Как избежать переломов костей в старости, снизить риски остеопороза, хрупкости костей? Меня зовут Лисенкова Орга, здесь все о медицине и здоровье простым языком. Как известно, хрупкость костей чаще всего встречается у женщин после менопаузы, когда не хватает собственных половых гормонов. Что это за гормоны? Это эстрогены, это тестостерон, прогестерон. И есть еще очень много факторов, которые привозят к потере плотности кости. Некоторые специалисты по остеопорозу говорят, что остеопороз это детское заболевание, которое проявляется в старости. Почему так говорят? Плотность кости мы накапливаем примерно до 21-23 лет. И потом мы с этой горочки спускаемся, то есть теряем плотность кости. От чего зависит прочность и плотность костей в возрасте 23 года? От того, какое у вас было детство, как вы питались, сколько вы двигались. Если ребенок в детстве голодал, например, это те люди, которые родились во время войны или в послевоенное время, либо очень мало двигался в силу болезней, либо, как сейчас многие дети, постоянно сидят за компьютером и тоже у них минимум движений. От этого зависит в итоге их прочность костей и здоровье в целом. Когда у женщины теряются половые гормоны с прекращением менструации, теряется мышечная масса, теряется костная масса, нарастает жировая масса. При этом появляется много других изменений в организме. Как мы можем себе помочь? В первую очередь, это, конечно же, питание с достаточным содержанием белка. Обращаю внимание, не кальция, а белка, потому что кости – это белок. Это мясо, птица, рыба, яйца, икра, печень говяжья, печень трески. Это отличные белковые продукты. И, конечно же, достаточное потребление должно быть овощей. Если нет зубов, обязательно к стоматологу, потому что если вы не можете нормально переживать мясо и другие белковые продукты, ниже в желудочно-кишечном тракте это все будет обрабатываться тоже не очень хорошо и будет нарушаться усвоение питательных веществ. Если белок плохо усваивается, организму придется брать необходимый белок из мышц. И мышцы, соответственно, дряхлеют, слабеют. Чем меньше человек двигается, тем хуже кровоснабжение мышц, тем хуже кровоснабжение костей. Простой пример пациента со спинальной травмой. Если человек сломал позвоночник, сверху он двигается нормально, а ниже пояса ноги не работают, они тут же становятся остеопорозными в ближайшие месяцы. И тогда человек, просто упав с коляски и пролетев буквально полметра, может сломать себе ноги. Тяжелый остеопороз настолько бывает страшный, когда люди, просто с размаху сев на стул, ломают позвонки, появляются компрессионные переломы позвонков. И лежачие пациенты, которые много лет лежат в силу болезни, могут сломать кости, просто повернувшись в постели. Либо если их переворачивает ухаживающий за ними человек. Как этого избежать, как снизить риски? Ведь кости не болят, пока не сломаются. Помимо питания и физической активности, поможет заместительная гормональная терапия. В первую очередь речь идет о тестостероне. Тестостерон – это прочность костей, это сила мышц, это сила духа, это выносливость. Подберет терапию доктор по результатам обследования. Кроме того, вам понадобится зачастую коллаген, особенно тем, у кого нет зубов, уже удален желчный пузырь, поджелудочный не справляется, например, уже диабет. Кишечник стоит колом, запоры хронические. Очень сложно таким образом переваривать и усваивать белок. Но вы можете взять готовые аминокислоты, например, это будет коллаген. Либо варите постоянно костный бульон. Это прекрасный продукт, если не лениться готовить. И, конечно же, витамин С, потому что образование костей и образование коллагена, который является нашей арматурой и основой всего организма, это витамин С-зависимый процесс. Обязательно достаточное потребление витамина С и в продуктах, и дополнительно с помощью биодобавок. Что еще понадобится? Конечно же, витамин Д и магний, потому что витамин Д с магнием вдвоем на пару прекрасно регулируют фосфорно-кальциевый обмен. И от них зависит плотность и прочность костей. Регулярное восполнение дефицита витамина Д, регулярное восполнение магния. А если остеопороз уже есть, вам поможет витамин К2, который тоже является кофактором и помогает загонять кальций в кости и не давать ему болтаться без дела в других частях организма. Что еще поможет? Минеральные комплексы, хорошая качественная соль, например, гималайская, это прекрасный источник микроэлементов. Безусловно, есть лекарственные средства для лечения остеопороза, которые препятствуют разрушению кости и стимулируют кости образования. Это рецептурные препараты, они бывают инъекционные, их подберет врач, ревматолог, либо эндокринолог. Если у вас уже менопауза, обязательно обратитесь к врачу и проверьте кости. Продолжение следует...